Девушки отдыхают Большую команду разработчиков и мы занимаемся разработкой компонент, так сказать, для .NET в первую очередь. Можно так сказать, что помогаем, улучшаем жизнь других разработчиков за их же деньги, ну или за деньги их заказчиков. Начинали мы еще там с Delphi, если кто знает такую штуку. Вот Delphi компонент, потом перешли на компоненты под .NET и уже 15 лет их там пилим. Главный продукт у нас там Easy Query. Это библиотека для создания, для включения ваше приложение удобного для пользователя интерфейса поиска и фильтрации данных. Вот. И причина, по которой я здесь вот толкаю речь про Natural Language Processing все-таки, в том, что мы последние там два года пытаемся работать над новым проектом, который называется Instant, и который предполагается, что будет некий такой умный Q&A, умная Q&A система, да, то есть такой свой кастомный крафтовый stack overflow. Значит, кроме всего прочего, я еще являюсь ведущим и куратором потока технологий на iForum. Кто-то знает, что такое iForum? Отлично. iForum вообще-то самая большая конференция айтишная в Украине и, в принципе, кто-то говорит, что даже во всей Восточной Европе. И, собственно, если у кого-то возникнет желание там выступить перед там порядка 500 плюс разработчиков, вот это вот вы ко мне обращайтесь с заявками на доклады. Проходит iForum, кстати, каждый год весной. Ну, в последнее время это май, конец мая. Ну, и, собственно, говорить мы будем сегодня про вещь, которой, в общем-то, не существует. Natural language processing в .NET. Наш план на сегодня, значит, сначала некий будет introduction в NLP вообще, какие задачи там решаются, какие инструменты решения этих задач. Дальше у нас будет, собственно, разбор, какие есть средства для решения вот этих самых NLP задач в .NET. Будет несколько демок. Демки я буду показывать просто как скриншоты с экрана, но все уже лежит на GitHub, то есть их можно… Потом я дам ссылку, можно скачать, запустить, посмотреть, как работает, там что-то… Чего-то новому, наверное, научиться, я надеюсь. Ну, и в конце там какие-то выводы и полезные материалы. Да, первое, прежде чем начинать разговор про NLP на .NET, как бы необходимо ответить на вопрос, а зачем вообще это все нужно. Вот. Ну, вопрос достаточно актуальный, потому что есть множество других средств, гораздо более, так сказать, богаче на других платформах. На других платформах мы, значит, читаем это на Python. Вот. И как бы мысль о том, что делать что-то именно на .NET в этом плане, да, в плане решения NLP задач, как бы может вызвать недоумение или вот такое даже возмущение, как вот показано на картинке. Ну, как бы, как… Лично я для себя как бы могу привести как минимум три причины, почему это как бы полезно и нужно делать. Вот. Первое, ну, мы же все .NET разработчики, мы не хотим переключаться на какие-то другие платформы, наверное. Вот. Нам просто приятно. У нас знакомые инструменты, там, любимые Visual Studio, там, или, соответственно, какой-нибудь Rider. Мы любим писать C-шарп-код, там, или F-шарп-код. Нам как бы эффективнее делать это на .NET. С точки зрения команды, естественно, что привлекать в команду еще людей, которые там занимаются Python, будет, конечно, накладно там чисто для бизнеса. И с точки зрения самой системы, естественно, если вы будете делать часть системы, там, на другой платформе, естественно, что вам придется некий glue-код писать, да, то есть, который как-то взаимодействует в разные… дружит ваши разные части системы. Ну, и, соответственно, сложность системы вашей увеличивается, увеличиваются как бы накладные расходы. Хорошо бы, если… особенно, что касается простых задач, хорошо бы это сделать на нашей одной платформе на .NET. Однако с этим, конечно, есть… А, ну, прежде чем мы, собственно, приступим к первой части, к введению в NLP, хочется сделать пару небольших замечаний. Значит, представленный материал, он, ну, можно сказать, начального уровня. Это не в том плане, что это там только для junior-разработчиков, а в том, что… ну, то, что слушателям не нужно какие-то предварительные знания иметь в этой области, чтобы разобраться, о чем будет идти речь. Будут рассмотрены только такие достаточно простые NLP-задачи. В отчасти это связано с тем, что, ну, у нас мало времени на разбор более сложных задач, а в отчасти тем, что, собственно, инструментарий в .NET не позволяет сделать более сложные задачи. Ну и мы… ну, надо сказать, что в последнее время вот чисто NLP-задачи чаще всего решаются средствами там нейронных сетей, deep learning, и в этом докладе про это ничего не будет. Просто как бы такой дисклейм. Вот. Ну и поехали, собственно, про NLP, про какие… то есть как бы начинать изучение любой новой технологии, я считаю, наверное, проще всего, если мы понимаем, какие задачи, собственно, решаются с помощью этой технологии. И как бы задачи NLP-шные условно можно разделить на вот четыре больших группы. Это лингвистические задачи, задачи анализа, задачи какого-то преобразования текстов и задачи генерации новых каких-то, новых текстов, в первую очередь, или там новых кусков речи человеческой. Ну, рассмотрим все, каждый из этих классов подробнее немножко. Лингвистические задачи. Лингвистические задачи – это больше, можно сказать, вспомогательные задачи для решения более реальных, что ли, задач NLP-шных. В первую очередь надо отметить, безусловно, задачу сегментации текста. То есть у нас есть текст, нам обязательно, ну как бы не обязательно, а чаще всего нам нужно, чтобы его дальше обрабатывать, надо разбить на какие-то отдельные части. В первую очередь имеется в виду на предложение и на отдельные токены. Токены – это либо слово, либо какой-нибудь там знак пунктуации. Когда мы разбили наш текст на отдельные части, на токены, нам, наверное, желательно узнать больше про каждую из этих частей. Ну и первое, что приходит в голову, мы хотели бы узнать, например, какой частью речи является то или иное слово. Эту задачу решает part-of-speech tagging или сокращенно post-tagging. Далее, опять же, в нашем тексте могут находиться некие имена собственные. Названия организации, имена людей, географические какие-то названия. И нам бы хотелось, понятное дело, эти названия все получать, ну, как единый какой-то токен. Хорошо бы с указанием, что это за токен. Ну, например, у нас там в тексте есть слово, присутствует Bill Gates, да, и мы не хотим его получить как отдельный токен Bill и отдельный токен Gates. Мы хотим его как имя полное и еще с указанием, что это не просто там какой-то токен, а именно имя человека, да. Ну, дальше у нас там идет синтаксический парсинг, relation extraction. Это вот разбор предложения на составные части, синтаксический парсинг. То, что мы делали в школе, когда нам учительница на уроках языка, учительница говорила, там, разберите, там, выделите в этом предложении подлежащее, сказуемое и так далее. Вот. Тут тоже, в принципе, то же самое, только на более формализированном, что ли, уровне. Ну, вот, лингвистические задачи более-менее понятны. И, собственно, дальше мы переходим к более такому, как бы, задачам из реальной жизни, что ли. Значит, первый класс — это задачи анализа текста. Ну, примерами являются, например, спам-фильтр. Понятно, мы по тексту должны определить спам, не спам. Sentiment-анализ, то есть анализ, как это будет по-русски, анализ тональности, да. То есть по тексту мы должны сказать, он имеет какую-то негативную тональность, позитивную или нейтральную. Оценка схожести текстов — тоже понятная задача. Сейчас вот есть системы, которые определяют и ищут, оценивают, насколько текст является плагиатом по отношению к другим текстам. Вот это вот решается именно эта задача. И излечение информации вообще из текстов, из неструктурированного текста. Ну, в частности, у вас есть статья, я не знаю, про Великую Британию, и мы должны из нее вычленить какой-то фактаж. Вот это территория какой-то, население такое-то, столица Лондон и так далее, и так далее. Это анализ текста. Значит, следующий класс задач — это задачи по трансформации текста. Ну, опять же, самый яркий пример — перевод, да, машинный перевод, Google Translate, Bing Translate. Задачи по распознаванию речи и, наоборот, перевода из текста в речь, коррекция грамматики, коррекция ошибок. Наш, как говорят, первый unicorn и украинский grammar этим занимается. Сейчас, наверное, самая известная, самая популярная система в этом плане. И получение summary по тексту — тоже задача трансформации, то есть у нас есть большой текст, а мы хотим какое-то краткое содержание получить. Это, кстати, одна из задач, которую мы будем пробовать сделать в ходе демонстрации. И последний класс задач, он же обычно самый сложный, ну, потому что создать что-то новое всегда сложнее, чем просто проанализировать то, что есть. Задача генерации текста нового, есть вот там системы Q&A, которые там должны сгенерировать какой-то ответ по вопросу. Есть так называемые conversational agents, которые как бы, ну, их пытаются сделать, чтобы они провели нормальный человеческий разговор. Ну, и есть системы даже генерации новых, по сути, историй. То есть там есть, например, где-то пробегала статья про построение системы, когда в некую, так сказать, модель загрузили все книжки про Гарри Поттера, но потом там задается некий там начальный набор персонажей, какие-то там основные сцены, и оно генерит вот в стиле Джоан Роулинг новую книжку, которая там вполне читабельна. Собственно, вот это все про задачи. Теперь мы переходим, собственно, к тому, как эти задачи обычно с высоты птичьего полета, как говорится, решаются в NLP-системах, в системах решения NLP-задач, скажем так. Ну, обычно у нас на вход, естественно, некий текст, даже если это речь, она все равно потом переводится в текст, и работаем мы уже с ним. Дальше идет некое преобразование текста в числовую форму. Ну, потому что, естественно, компьютер у нас работает только с числами, и все алгоритмы, как машин лернинга, так и просто каких-то преобразований чисто алгебраических, они работают с числами. Поэтому, как бы, вторая крупная, так сказать, задача, не, первая в нашем вот пайплайне – это перевести все в числовую форму. Дальше мы проводим какие-то вычисления. Обычно это машин лернинг, то есть алгоритм машинного обучения или какая-то нейронная сеть. Получаем какие-то данные на выходе, эти данные каким-то образом интерпретируем. Ну, например, задача того же sentiment-анализа, текста, то есть оценка тональности текста, обычно у нас посередине… мы переводим в некую цифровую форму, посередине у нас некий алгоритм классификации, машинное обучение, классификация, который выдает в конце набор классов, то есть какому классу принадлежит этот текст, один, два, три, позитивный, негативный, нейтральный. Ну и вот интерпретация, это собственно мы вот эти числа, эти классы, которые мы получили, мы интерпретируем уже как бы в рамках реальной нашей задачи, то есть опять же, позитивный, негативный, нейтральный. Мы уже выдаем конкретный результат нашему пользователю. Это так вот очень с такой высокого, так сказать, полета взгляд на системы обработки текста вообще. Следующие слайды я пропущу, наверное, потому что время не занимает много, ну, в общем, это как бы более развернутая структура этого же самого пайплайна, классическая, а это то, что сейчас обычно применяется уже с нейронными сетями. И как бы в заключение разговора про NLP вообще и введение в NLP хочется рассказать про несколько техник и алгоритмов, которые там применяются. И в первую очередь все вот эти техники связаны с этим самым переходом от текста к числам. И главный, один из самых распространенных способов такого перевода — это модель bag of words, то есть мешочек слов. Значит, как это все работает? У нас есть, например, набор неких документов. А, ну, главная идея. Главная идея этой модели в том, что мы каждый документ представляем исключительно в виде набора слов, которые в нем содержатся. То есть мы как бы теряем по ходу информацию о том, в какой последовательности находятся эти слова. Просто вот документ — это вот набор, то есть мешочек слов. Как это все работает? Вот у нас есть документы, и мы из всех наших документов выбираем все слова, которые там содержатся. Таким образом мы получаем общий словарь нашего набора документов. И для каждого слова мы ставим некую метрику. У нас получается такая матрица. Какая это метрика? Это вот как бы it depends. Ну, это все зависит от того, какой вы там способ выбрали. В простейшем случае это вот бинарное кодирование. То есть у вас для слова ставится единичка, если оно содержится в этом документе, или нолик, если не содержится. Другая там часто встречаемая характеристика — это term frequency, то есть просто количество вхождений слова в конкретный документ. Более как бы разумная что ли метрика TF-IDF, я о ней скажу чуть дальше, и может применяться там еще множество разных других метрик. Простите. TF-IDF. TF-IDF шифровывается как term frequency, invert document frequency. Фишка как бы вот этой метрики в том, что она показывает, вот для каждой вот этой пары слова и документ, оно показывает, насколько это слово важно или значимо именно для этого документа, насколько оно характеризует этот документ. Считается, вот там есть формула, мы берем просто частоту встречания текста этого слова в этом документе, берем, умножаем на деление вот этот inverse document frequency, то есть количество документов, количество документов всего в нашем корпусе делится на количество документов, в которых встречается это данное слово. Берется от этого логарифм, перемножается, получается такая величина. Ну, в общем, формула тут не важна на самом деле, мы должны просто понимать, что вот это именно важность слова в документе. То есть, если у нас, например, некое слово содержится во всех документах, да, вот вообще во всех, то эта формула даст просто ноль. Ну, потому что оно, понятное дело, оно не важно именно для этого документа. Если оно достаточно уникально, там, в одном-двух документах содержится, значит, это значение будет достаточно высоким. Вот, таким образом мы можем оценить, насколько там то или иное слово как бы характеризует данный документ. Используется в поиске, в извлечении данных из текстов, ну, там, в фильтрации стоп-слов и так далее. Мы будем использовать его дальше в задаче тагирования. Другой концепт из систем обработки естественного языка – энграммы. Как бы он призван решить уже задачу… Ну, что такое эграммы сначала? Эграммы – это просто последовательность элементов, да. То есть, в данном случае это последовательность либо слов, либо символов в контексте обработки естественных языков. И вот использование энграммов позволяет частично устранить вот тот недостаток модели back-of-words, да, что у нас никаким образом, так сказать, не учитывается последовательность слов в тексте. Мы просто рассматриваем текст как набор слов, и все. Если мы используем последовательности по два слова, по три слова, то есть биграммы или триграммы, мы как бы немножко привносим вот эту информацию в нашу модель. Ну, вот тут примеры, как раскладывается конкретное предложение, если мы говорим про энграммы слов. Вот первый символ там, диезик – это как бы такое просто условное обозначение для символа начала предложения. Нам обычно это важно знать, какое слово было в начале. И кроме энграммов по словам, часто используются энграммы по символам. Особенно в задачах по автокоррекции текста. Вот когда вы набиваете какой-то текст в поисковой строке, если вы предварительно как бы правильные поисковые фразы сохранили и разбили на энграммы, вы можете понять, какой поисковый запрос вводит пользователь, даже если он пропускает какие-то буквы или неправильно использует какие-то символы, то есть просто грамматически неправильно. Все это вот как бы позволяется с помощью энграммов. Не только с помощью них, но в том числе. И штука, которая как бы можно сказать взорвала всю область Natural Language Processing примерно лет 15 назад. Это векторные представления слов, значит, word embeddings. Что это такое? Это какой-то набор техник, который позволяет соотносить слова с векторами, с числовыми векторами, достаточно небольшой размерности относительно размера вообще всего словаря. Если у нас в словаре, например, просто языка, естественно, у нас может быть сотни тысяч слов, то вот эти вот размерность обычно векторов, вот таких вот векторных представлений, она обычно там около 300. Но главная фишка векторных представлений слов в том, что по сути эти представления неким образом запоминают, ну что ли, смысл самих слов. Вот самый пример, который в каждой второй статье про word embeddings вы найдете, это что вот у вас есть там набор слов «мужчина», «король», «женщина», «королева», они представляются какими-то векторами, то что на экране это просто вот какой-то набор чисел из головы, это не реальные вектора, к тому же в разных системах их существует несколько, там вот word to ec, fast text и так далее. Они могут быть совершенно разные, эти сами числовые, так сказать, значения. Но фишка в том, что если вот вы вектор просто операциями линейной алгебры, которую мы помним с первого курса института, вы вектор для слова «король», из вектора для слова «король» отнимете вектор, который относится со словом «мужчина» и добавите вектор, который представляет слово «женщина», то у вас получится вектор в результате, который где-то очень близок к вектору для слова «королева». То есть выглядит это все как магия, но на самом деле как бы все достаточно просто там в основе математика и по сути все вот эти вот векторные представления слов, они просто это модели, которые нам обучаются на огромных массивах текстов, условно говоря, там на Википедии. В общем, как это именно делается, то есть как бы этот предмет отдельного там долгого разговора, ну как бы что надо запомнить, что это штука, которая достаточно серьезно улучшает ваш любой алгоритм по обработке естественного языка. как вот помните в сериале «Теория большого взрыва» была там такая фраза, что любая вещь становится лучше с Bluetooth. Так вот, вот это вот векторные представления для NLP – это вот тот же самый Bluetooth, то есть любой алгоритм с векторным представлением слов или документов становится лучше, просто потому что в него вносится некий там… то есть он становится более умнее, что ли, скажем так. И последний концепт, который как бы хотелось бы упомянуть – это языковые модели. Опять же, это модели там наученные на каких-то огромных массивах, кортежах, точнее корпусах текстов. И фишка в том, что как бы у вас есть, по сути, возможность получить вероятность любого слова в последовательности. Вот пример на экране, там фраза «Please give me a». И вот после этого у вас можно для следующего слова получить вероятность для нескольких вариантов, которые у вас там есть. там pen с таким-то, такая вероятность, там example достаточно маленькая, потому что это будет не совсем правильно, там hand еще какая-то. Или вот пример там, честно украденный с интернета, вот эта гистограмма, то есть вероятность для… вероятность слов, которые идут за словом for. Ну, мы видим, что с очень большим отрывом идет артикль e за словом for, там потом this, там что-то me, some example и так далее. Что это нам дает такое сакральное здание? Используется оно вот практически сейчас везде. То есть машинный перевод, коррекция текстов. Понятно, что если мы… некое слово в нашей фразе имеет вероятность там близкую к нулевой, скорее всего это ошибка. То есть понятно, да, как это работает. Распознавание речи и так далее. В общем-то все по именно введению в NLP. Прошу прощения, это, да, это, наверное, было очень быстро и сумбурно, но как бы это вот… я пытался тут основные понятия рассказать, которые как бы вот мы дальше в демках попытаемся использовать. Что у нас… то есть от того, что такое NLP, какие задачи оно решает и какие там есть методы их решения, мы переходим, собственно, к инструментарию. И инструментарий можно разбить на как бы две основных класса. Есть некий набор онлайн-сервисов, о которых мы сейчас говорить в принципе не будем. То есть в Ажуре есть Azure Cognitive Services, есть там у Amazon свои, у Google свои, у IBM есть IBM Watson. Все они очень хороши. В некоторых случаях они… как бы вы там даже никогда не достигнете, так сказать, степени их хорошести, просто потому что они натренированы там на огромных массивах, на огромных корпусах и как бы там используют, как говорят, state-of-the-art модели. Вот. Но в этом… в таком подходе к использованию, как бы решению задач NLP через такие сервисы есть там некоторые недостатки. Ну, в первую очередь, так как они натренированы на достаточно общих каких-то текстах, да, условно говоря, там статьи с Википедии, то для вашей конкретной предметной области эти модели могут достаточно быть не… ну, как бы нерелевантны, что ли. Вот. Ну, там сам Microsoft, когда рассказывал про sentiment-анализ в своей ML.NET, он приведел пример, что вот у нас там есть фраза что-то там sucks, да, то есть sucks в английском языке, это типа плохо, мы определяем это как, значит, все плохо, так сказать, тональность негативная. Но с другой стороны, если это у нас… речь идет о обзоре пылесосов, да, то там my vacuum cleaner sucks very well, very good. Ну, понятное дело, что вот натренированный на такой общей модели он скажет, что у вас тут отзыв негативный о вашем пылесосе, а на самом деле совсем не так. Ну, это вот первый недостаток. Второй недостаток, собственно, что эти штуки все платные, и если у вас очень большие массивы, вам придется заплатить весьма неплохо. Ну и, понятное дело, опять же, это все онлайн штуки, онлайн сервисы, и если ваша задача подразумевает, что вам нужно что-то сделать в отрыве от интернета, то вам тоже как бы этот способ не подходит. Ну и как бы какие есть другие способы? Есть способы использования неких библиотек для работы с естественным языком, которые есть на разных платформах. На разных платформах, в первую очередь, на платформе Python, естественно. На языке Python есть бесконечное там количество различных библиотек, все они очень, ну, все не все, но есть те, которые очень хороши, там вот приведены несколько примеров, NLTK, Spacey весьма, так сказать, неплохо, SkyKit Learn — это библиотека, которая занимается машинным обучением вообще, но в том числе содержит некие NLP-инструменты. Вот Gensim занимается вот теми самыми векторными представлениями, о которых мы говорили пару слайдов назад. Вот. В общем, там все хорошо. Там все хорошо. А что же у нас на Дотнете? На Дотнете у нас все плохо. Вот. Но на самом деле все плохо, но в последнее время я бы мог, так сказать, смотрю в будущее с надеждой, и у нас ситуация несколько начинает улучшаться. Есть. Что у нас есть? У нас есть, в первую очередь, наш любимый ML.NET, то есть библиотека, которая занимается машинным обучением, да, вот, представленная Microsoft еще в первая версия, ну, самая первая там бета представлена еще полтора года назад, первая версия выпущена в рамках конференции Build в мае этого года. Она задержит некое количество инструментария для решения задач обработки естественного языка. В частности, ну, все они представлены как… там у них есть такое понятие трансформера. Вот все, большинство из них представлены именно как трансформеры. То есть это нормализация текста, да, приведение к какому-то там нормальному виду, токенизация, ну, вот, разберение на токены. Есть трансформеры, которые позволяют получить анграммы, которые позволяют… несколько алгоритмов туда зашито вот этого векторного представления слов Word and Bennings, в частности, Fast Text, Glove. Вот. И есть, значит, трансформер, который, ну, исключает стоп-слова. Стоп-слова — это термин, ну, это слова, которые обычно мы из текста устраняем, так как они не привносят нам никакого дополнительного, никакой информации. Там это артикли, предлоги и так далее обычно. Вот. Причем стоп-word removal у них есть даже для нескольких языков. Ну, преимущества библиотеки понятны. Поддерживается Microsoft, как они утверждают, очень производительное. И расширяется там потом. Ну, то есть она… так как у нас обычно задачи по обработке естественного языка сводятся к задачам машинного обучения, так сказать, это очень удобно. Но мы, по сути, все имеем в одном, так сказать, флаконе. Недостаток. Недостатки в том, что достаточно бедные у нас NLP возможности в этой библиотеке. Вот кроме представленных практически ничего такого больше нету. Нету ни постаггера, ни вот этого named entity recognition, то есть выявления имен собственных, синтаксического разбора, предложения нету. Ну, в общем, вот все, что есть, вот оно написано здесь. И достаточно неудобно пользоваться для… если вам нужно вот только некие NLP фичи сделать без машинного обучения, потому что вам нужно вот строить все равно вот этот вот ML pipeline. Ну, там будет в темке дальше пример. Вторая библиотека, которая… да, ну, в ходе подготовки к докладу я сразу как бы скажу, что я просмотрел там какой-то там штук 20 разных библиотек, вот. И результаты своих вот этих вот исследований я выкладывал на… ну, в некий Google spreadsheet, да, в табличку. И ссылка на эту табличку я расшарил, и ссылка будет вот в конце презентации. Так что можете зайти посмотреть, если там… обнаружите, что что-то я пропустил или не совсем, так сказать, правильно там написал свои комментарии. Вот просьба, так сказать, сообщите, напишите. И контакты тоже будут в конце. Вторая библиотека, на которую, как бы я считаю, стоит обратить внимание, библиотека Catalyst, она сейчас в очень сильной, так сказать, ну, в очень ранней альфе, можно сказать, да, там версия 0027 что-то, вот. Но, тем не менее, уже содержит некий там достаточно неплохой набор, собственно, инструментов для обработки естественного языка. В частности, есть и PostTagger, и Name Attentity Recognition, есть и Word and Benning, то есть векторные представления слов, которые можно натренировать на своем собственном корпусе. Преимуществом данной библиотеки является то, что она сделана как бы на основе, то есть по образу и подобию известной библиотеки вот этой Spacey, как правильно, не знаю, из Python, который является как бы, ну, одной из как бы ведущих на той платформе. Вот. Они утверждают, что очень быстрый у них токенайзер. Вот. Есть уже натренированные модели, которые доступны онлайн. Вот. И достаточно простой способ натренировать свои модели на основе корпусов, которые можно найти на сайте Universal Dependencies. Ссылку я тоже в конце дам. Вот. Ну, недостатки, как всегда. Не, не как всегда. Как и в случае с ML.NET, то, что это главным образом для английского языка все сделано. Хотя, я же говорю, что можно взять уже готовые корпуса, натренировать свои модели. Ну, и совсем оно все сырое, как бы много, ну, часто очень при каких-то… Так, у меня микрофон работает, да? Ну, часто в процессе как бы попыток что-то там на ней построить, я, так сказать, программа у меня вылетала с ошибками. Но мы как бы держим кулачки и надеемся, что скоро все станет гораздо лучше. И вот хотелось бы упомянуть еще одну небольшую библиотечку от Microsoft, которая тоже может быть полезна для задач обработки естественного языка. Microsoft Recognizers. Значит, чем она занимается? Она позволяет из текста вышлить некие там числовые данные или данные там о времени и дате. То есть, если вы где-то в предложении у вас там сказано last Sunday, да, то оно вам вернет конкретную дату, да, вместо вот какого-то набора текста. И, ну, есть там вот примеры того, что она может делать, да, там, извлекает числа, проценты и так далее. Библиотека на самом деле не только для .NET, она и на JavaScript есть, что, в принципе, неплохо, если вам нужно делать это все на client-сайде, да, и для Python и для Java. Есть поддержка нескольких языков, но, опять же, нету поддержки ни русского, ни украинского. Хотя недавно я видел статью на Хабре, в которой, значит, человек там, собственно, выложил что-то похожее, какой-то, ну, свой гид-репозиторий с похожим функционалом, возможно, даже с тем же API, честно говоря, я не проверял. Вот, то есть, в принципе, такое же есть вот и можно найти для русского языка. Вот, и теперь мы переходим, собственно, к демонстрациям. К демонстрации я решил, чтобы сократить время и необходимо, вот мне говорят, что у меня 15 минут осталось как раз, на переключение там между экранами и Visual Studio. Я просто, значит, сейчас на презентации набросал скриншоты, как это все работает, а сам код доступен на GitHub, ссылку я дам, есть там в конце презентации, опять же. И первая демка у нас, как бы мы будем решать задачу вот этой вот получения краткого содержания текста, ну, собственно, по статье какой-то. Как мы будем ее решать? Значит, мы, ну, на самом деле, вот здесь, здесь мы не использовали даже ни одну из библиотек, мы набрали там некий код из разных репозиториев. В первую очередь, там есть библиотечка, которая там, я имею в виду ни одну из тех библиотек, о которых я только что говорил, ни email.net, ни Catalyst. Значит, первая часть, первый как бы шаг у нас определить язык, да, статьи, потом мы на основе этого там разбиваем ее на предложение. Предложение у нас, а, да, сначала, собственно, что мы будем, каким образом мы будем делать. Есть два подхода к задаче вот саморизации текста. Есть abstraction-based и extraction-based. Abstraction-based – это вот какой-то достаточно сложный алгоритм, который предполагает, что мы, ну, неким образом понимаем, то есть наш алгоритм понимает, что там написано, и реально генерит свои фразы. Ну, то есть это обычно там все на основе нейронных сетей делается, ну, очень правильно, наверное, но достаточно сложно, особенно там в рамках демонстрации и особенно для .NET. А мы будем, значит, использовать более простой extraction-based подход, который как бы, ну, заключается в том, что мы просматриваем наш текст, да, предложение в нашем тексте, выбираем те из них, которые как бы наиболее хорошо характеризуют наш текст, ну, по неким там критериям. Вот. И вот выбранные предложения там, сколько мы там захотели, два, три, четыре, пять, мы и, собственно, подставляем в качестве результата, в качестве summary нашего текста. Вот. Как мы это будем делать? Значит, определили язык, разбили на предложение, и каждое предложение мы можем сейчас считать, как бы вот для нашей модели, мы будем использовать здесь back of words, который я говорил, мешочек слов, модель. В рамках вот именно этой задачи мы, по сути, каждое предложение у нас будет как отдельный документ. Дальше мы токенизируем каждое из этих предложений, то есть получаем наш словарь слов, получаем таким образом наш, вот эту вот, нашу матрицу back of words, и потом мы, то есть где каждое предложение у нас это, по сути, вектор, числовой вектор, все одинаковые длины, ну, там, каким образом мы там кодируем, опять же, это вот, там, можно с этим поиграться. Ну, мы тут в данном случае, по-моему, просто term frequency, то есть частота использования того или иного слова в том или ином предложении. И потом мы делаем что? Мы делаем, мы строим матрицу схожести, то есть мы считаем косинусное расстояние этих вот векторов, для этого мы там использовали другую библиотеку, которую я тоже укажу в конце в ссылках, да, mass.net. Ну, косинусное расстояние, в принципе, для этого даже библиотека не нужна, формула достаточно простая, ну, то есть матрица схожести – это просто вот квадратная матрица, где в ячейках, собственно, расстояние между двумя, в нашем случае, предложениями. И на это все мы запускаем алгоритм PageRank, ну, PageRank – алгоритм, на основе которого работает Google, тоже, честно, где-то там найдено на просторах интернета. Ну, как он работает, наверное, все приблизительно представляете. То есть у нас есть вот наши, ну, в случае с Google это страницы, в нашем случае это просто предложения, между ними есть некие расстояния, то есть связи, и как бы больший rank, да, больший вес получает то предложение, у которого, так сказать, эти связи более сильные, ну, то есть более близки к другим предложениям в нашем случае. Ну, то есть таким образом мы получаем некий вес для каждого нашего предложения и выбираем там три из них с наибольшим весом. Вот такое вот достаточно простое, собранное, можно сказать, на коленке решение, задачи самаризации, которая, ну, наверное, ну, достаточно часто может встречаться в различных системах там блогов, CMS и так далее. Что мы в результате, да, вот как и выглядит код, функции самариз, ну, там, не знаю, насколько это видно все. Сначала нам делим на предложение, токенизируем, загоняем всю вот эту вот матрицу схожести, получаем из этого граф, вот, и граф, напускаем на него механизм punch rank. И дальше вот просто ассортированный берем три штуки, значит, из нашего общего списка. В качестве примера я взял, значит, это introduction to ISP.NET Core прямо с сайта Microsoft. Ну, там, наверное, все видели эту статью. А получилось у нас вот примерно такое, почему-то краешек немножко. Ну, в общем, я скажу так, что, в принципе, если бы я сам вот просто просматривал и пытался выбрать приложение, ну, я не знаю, я бы, наверное, даже вряд ли бы я сделал что-то лучшее. Ну, то есть все основные как бы моменты про ISP.NET Core вот в этом summary, мне кажется, есть. То есть для начала они взяли первое предложение, причем это алгоритм сам взял, что как бы достаточно логично, да. Дальше там идет фраза о том, что ISP.NET Core может работать и под Net Core, и под полным Net Framework. Вот, и там еще последнее предложение про то, что вы можете разрабатывать ваши приложения под Linux, Mac и Windows. Ну, как бы тоже очень важная достаточно информация именно в плане описания, introduction в ISP.NET Core. То есть, ну, работает. Вот. Вторая демка та же самая задача, только мы попытаемся сделать ее с помощью собственных средств ML.NET. И для этого мы будем использовать механизм кластеризации. То есть мы все наши предложения… Ну, опять же, мы текст берем, разбиваем на предложение. И каждое предложение в результате применения механизма алгоритма кластеризации мы как бы ему поставим метку одного из кластера. То есть количество кластеров мы задаем там, то количество, сколько мы предложений хотим получить в результате. Ну, в нашем случае, наверное, это будет три, опять же. Вот. Вот мы строим, значит, машин ML pipeline, в которую мы сначала тексты, опять же, нормализируем, разбиваем на токены. Дальше мы, собственно, решили тут применить еще вот это вот векторное представление для наших уже токенов. И как бы все вот эти полученные вектора мы подаем на вход алгоритму кластеризации commins и получаем, собственно, уже набор, в которых набор наших же предложений, в которых уже есть метка некая, там, к какому кластеру каждое предложение относится. И, ну, дальше мы просто выбираем по одному предложению с каждого. То есть, как бы, логика тут такая, что вот мы, как бы, кластера, скорее всего, будут, как бы, группировать, в кластера будут группироваться предложения, которые, как бы, где-то близки по смыслу. Ну, как бы, и доносит какую-то одну мысль, да. Ну, как бы, такое у нас намерение. Вот. И поэтому мы просто для summary нашего возьмем по одному предложению с каждого кластера. Какое это предложение, на самом деле, тут тоже на самом, ну, хорошо бы использовать тот же page rank, ну, мы здесь сделали проще. Мы взяли просто первое предложение в каждом кластере просто по ходу, ну, в том порядке, в котором она, так сказать, в статье находится. Вот. В результате получилось тоже неплохо. Я бы единственное, что вот в этом summary переставил бы там второе и третье предложение местами, а так, в общем-то, тоже, ну, make sense. Вот. Тоже взяло первое предложение вообще в статье. Оно же, как бы, взято в summary. Ну, тут, в принципе, понятно, почему. Потому что мы так выбирали статьи. То есть оно, естественно, попало в какой-то кластер, а так как оно первое вообще, оно попало у нас и в summary тоже. Вот. То есть вот мы рассмотрели два метода, оба как-то работают. И третья демка, которая, значит, демонстрирует уже работу в библиотеке Catalyst. И будем мы тегировать документы. Ну, то есть вот у нас есть документы в какой-то нашем, не знаю, блоге, а мы хотим автоматически им поставить некие теги. И в качестве тегов мы вот решили, что мы хотим использовать только имена существительные и будем в качестве, ну, как бы, метрики, какие слова брать в качестве тегов из нашего текста, использовать tf-idf. Как это выглядит? Ну, общая, как бы, главная функция нашей программы. Сначала мы инициализируем pipeline в Catalyst. Значит, ну, там надо отметить, у них есть онлайн-стораж уже на тренированных моделей. И есть некий локальный storage, в которых эти модели, вот когда они загружаются, сохраняются. Просто на диске каталог. То есть таким образом, что если у вас уже есть скачанная модель, он будет использовать ее, если нет, то пойдет в интернет и заберет готовую. Дальше мы, ну, создаем наш back-of-words, ну, неправильно, не совсем правильное именование, да, мы назвали его там tf-idf-store, ну, просто потому что там будет храняться, храниться tf-idf и каждого слова для каждого документа. Да, и, собственно, вычитываем, ну, документы это наши просто файлы, просчитываем tf-idf для них и выбираем теги, каким образом, вот на следующем экране, то есть, ну, как тут показана сама функция, как мы добавляем в этот наш back-of-words документы и как мы получаем теги. Мы просто с каждого документа выбираем, ну, там несколько слов, там пять, по-моему, да, мы с наибольшим tf-idf. И это как бы считаем, что это будут наши теги. Ну, а вот тут вот показана, первая функция показана, как мы получаем, выбираем именно существительный с помощью библиотеки каталист. То есть вот у нас после обработки каталистом у нас есть массив tokens data, это на самом деле предложение, в каждом предложении мы получаем токены, для каждого токена мы читаем свойства тег, ну, и, соответственно, выбираем только те, которые known или proper known – это имя собственное, которое тоже обычно существительное. Что получается в результате? Вот у нас три документа. Первый – это тот же самый introduction by sp.net core, второй – introduction в ml.net, и третий – introduction в нашу собственную эту библиотеку easyquery. Ну, тоже видим, что, в принципе, неплохо. Единственное, что вот в первом случае у нас отдельно оно core посчитало тегом и отдельно .net. Ну, хотя на самом деле нам бы хотелось, конечно, чтобы это было там тег .net core. Но это уже вот как раз недостаток работы токенайзера. То есть он распознал… ему бы хорошо распознать это как единый тег, а он распознал это как два… единый токен, как два отдельных токена. Вот. В втором случае, ну, тоже достаточно неплохо. Опять же, у нас есть слово machine в качестве тега, а по-хорошему тут должна быть machine learning, да. Ну, и для нашей библиотеки, в принципе, тоже неплохо. Единственное, там слово data, ну, как бы слишком общее для тега. В общем, вывод с этого… да, и полезные ресурсы, как я обещал. Первая ссылка на код на гитхабе вот с этих всех демок. Вторая – список вот тех самых библиотек, которых я рассмотрел в ходе подготовки доклада. Ну, большинство из них, конечно, там либо уже давно мертвы, либо там работают только по .NET framework, ну, вот тот старый, не под core. Ссылка на библиотеку MassNet – просто полезная библиотека для вообще вычислений, алгоритмов всяких там из линейной алгебры и так далее. Universal Dependencies – это сайт, который, собственно, ну, содержит стандарты тегирования как частей речи, так и связей в предложении. И он же содержит набор корпусов, набор текстов, размеченных уже для различных задач NLP, ну, в том числе там пост-теггинга, для name-intentity recognition. Есть корпуса для, ну, для очень многих языков, в том числе и для русского, и украинского. И именно эти корпуса можно подавать как бы… С помощью них можно тренировать вот модели библиотеки Catalyst. К сожалению, у меня не хватило времени заняться и натренировать такие все-таки какую-то модель. Ну, надеюсь, что в течение там следующего месяца я все-таки дойду, дойдут руки до этого, и, может быть, выложу результаты в тот же GitHub-репозиторий. И Lens UK, полезный тоже сайт, ведет его Всеволод Демкин, который работал, ну, стоял у истоков создания Grammarly. Он содержит корпуса, размеченные именно для украинского языка. Если вам нужно работать с украинским, заходите туда, там практически все корпуса бесплатные, можно свободно взять, использовать, ну, тренировать свои модели. И, собственно, какие у нас выводы из всего этого безобразия. Использовать NLP под .NET можно, но пока только для относительно простых задач, несложных. Мы надеемся на лучшее. У нас есть ML.NET, который уже весьма хорош для машинного обучения, но еще с бедным функционалом для NLP. У нас есть новая библиотека Catalyst, которая использует лучшие, так сказать, техники из мира Python. Ну, и обе эти библиотеки, они open source. Я как бы призываю вас, те, кто интересуется этой тематикой, контрибьютит туда, как минимум добавлять какие-то ишу свои, вот, возможно, тренировать какие-то модели, выкладывать и так далее. И, наверное, да, это все. Здесь мои контакты. Не знаю, наверное, нет у нас времени уже на вопросы. А, два вопроса. Да, если есть вопросы, попробую на них ответить. Спасибо за доклад. Интересует, если так классные такие на Python библиотеки типа Spice, почему нельзя сделать какой-то Rapper, который будет с ними работать напрямую? Ну, абсолютно правильный, так сказать, подход. И, собственно, вот мы в нашем проекте сначала так и делали. Как я уже говорил, просто вот существует некий класс задач, которые достаточно простые, просто для того, чтобы делать вот все, о чем вы сказали. И которые можно уже решить на .NET, и, собственно, об этом я и пытаюсь сказать. То есть, ну, мне кажется, что делать вот это вот, то, что вот я показывал, да, это, в принципе, достаточно реальные задачи, да, они простые, но реальные. И делать это вот некий Rapper на Python и потом как-то с ним его вызывать, ну, мне кажется, гораздо проще вот заюзать то, что уже есть на .NET и получить результат. Саша. Спасибо еще раз за доклад. У меня такой вопрос. Вот ты как раз упоминал о том, что он делит отдельно SP.NET, отдельно Core пишет. А вообще приходилось или где-то есть вообще наборы терминологий конкретных, то есть в конкретном домене? Приходилось ли с таким сталкиваться? Не, ну, безусловно, ну, как бы есть, в принципе, вот есть задача named entity recognition, да, и модели, которые вот распознаватели вот этих named entities, да, то есть собственных имен обычно тренируются на каких-то корпусах. Если это какой-то общий распознаватель named entities, да, он тренируется на общем корпусе. Ты можешь тренировать его на своем каком-то корпусе специальном для тебя. Ну, то есть, понятно, что должен пройти какой-то, так сказать, процесс разметки, то есть где-то ты должен, у тебя должна быть какой-то инструмент, где ты там говоришь, что вот .NET Core — это один токен, он обозначает там название, ну, библиотеки в данном случае, да, там фреймворка, что у нас есть там machine learning, лучше бы его использовать там в качестве одного, опять же, слова, который там, ну, термин, да, и так далее. И потом вскармливаешь этому некому алгоритму машинного обучения, который, собственно, строит модель, и эту модель ты уже используешь у себя для распознавания других подобных, так сказать, name identities. Да, к сожалению, не осталось больше времени на вопрос. Подходите потом в спикер-лаунж, задавайте, что не задали. Да, я буду до конца дня, скорее всего, так что… Да, давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...